Друзья, всем привет! Вы пожалуй на канал На Пару. Я дивизирую на этом канале. Вы давно просили Колю. И сегодня они будут в непривычной их обстановке. Обычно мы привыкли их видеть на футбольном поле. Но сегодня мы проверим, кто из них умнее. Умнее она. Давай Капу сюда позовем. Мы будем соревнувать. Это надо 40 тысяч лайков. А мы тиктоки запишем. 40 тысяч лайков и мы придумаем футбольные вопросы девушкам. Так, как учился Максим в школе? Мы уже знаем. Коля, как ты учился в школе? Отвратительно. Ну я серьезно. Серьезно? Ну я плохо. Ну давай, что у тебя по-русскому? Три, по-моему, было или четыре. А, то есть тройки у тебя были? Нет, по-русскому ладно, по-русскому четыре. Вот, но по всем остальным предметам, типа, три, четыре, три. Максим, так что у тебя есть шанс. Да, да, да. Уже культуры-то пять? Нет, я не ходил на детку. Какой был твой любимый предмет? В чем ты силен? Ну английский, стоп. Моя английская идея. Так, хорошо, помимо английского. Все. Все. Информатика. То есть теперь все были тройки и только пятерка по-английскому? Ну да, я на самом деле в каком-нибудь, может, ролике потом покажу свой дневник, там прям, ну реально там все плохо. Там типа... Знаешь, прям написано все плохо. Все плохо, да. Или, знаешь, батистать, да, результат, все плохо, не берите его никуда. В школе прям не любил учиться. Ты поступил в МГУ в итоге, так что ты жалуешься? Ну потому что оценки, мне кажется, в школе не решают вообще. Ну, типа, забейте на них. Блин, нельзя это говорить, да? То есть я ты сдал хорошо? Ну то, что мне нужно было, я сдал как бы окей, вот. Я русский, там, зафейлился немножко, остальное все было нормально. В общем, я готов проиграть. Так, сегодня будет 15 вопросов, самых разных областей, что-то из общих, что-то по предметам из школы. Посмотрим, кто-то умнее. Готовы? Нет. Блин, мне страшно. Ладно, окей. Жалко, что у меня здесь не будет возможности списывать. Друзья, если сейчас, вот прямо сейчас, вы перейдете и подпишетесь на мой ТикТок, то я обещаю, что я сразу залетаю сюда еще раз. Это в ролик не зайдет. Ну что, господа эксперты? Первый вопрос. Сейчас идет высокосный год. Сколько в нем дней? Дэм. Я знаю одно. В высокосный год плохая примета проводить свадьбу. И снимать ролики, да? Ну у тебя, наверное, не знаю. Давай, сколько обычных дней? Ну, 365 нужно. Сейчас Макс такой, 365. Блин, дохиг его знает. Сейчас будет смешат, там, что-нибудь. 250. Блин, нет, нет, нет. Я пытаюсь высчитать. Ну, типа, я не знаю точно. Я тоже на бумпиш. Ну, я пытаюсь математически это сделать. Ладно, я готов. Готовы? Насчет дней? Нет, нет, я не готов. Блин, что ты считаешь? Я не знаю, я просто... Энфорсию ты меняешь, что ли? Я просто пишу. Почему? Вот объясните. Я просто три дня вышел с февраля. А я два вышел. Ребят, 366 дней. Один плюсуются в феврале 29 дней, а не 28. Все. Что? А почему плюсуются? Там где-то добавляются они? Потому что получается, что если считать по световым дням, то немножко больше. И один день накапливается за 4 года. Короче, это долги. Понял? Они должны, и поэтому один накидывают. Все, давай сразу, сходу, конечно. По нулям. Идиоты. Зато мы оба затупили. Так не так обидно. Согласен. Потому что брат затупил. Или наоборот, очень обидно. Какой праздник отмечается в России 12 июня? Ёки-палки. Она всегда фигню всякую выбирает. Нет, чтобы полезное спросить. В России постоянно какие-то праздники по тупым поводам. Но может быть 12 не тупой, ничего не имею против. Но! Там что, знаешь, День Конституции. День Путина. Или День России. Ну, у меня день рождения, друзья, твои июнь, друзья. Я вижу взгляд Максима, помоги мне. Помоги мне. Не забудьте поздравить, пожалуйста. Блин, типа, йо-о. Пипец. Я на бум пишу. Праздник. Я готов в целом. Я тоже, типа, написал. Готовы? День России. Черт, блин. Ты назвал, ты назвал. И сам писал День Конституции. А, знаешь, он начал переселять вариант. Может, там какой-то День России. А может, правда День России написал. Ну что, 1-0, Польша. А что написал День Конституции? То, что первое сказало. Сейчас сказали Конституции, потом День России. Их как часто переписывают сейчас, что можно отменять День Конституции. А есть День Конституции вообще? Да, есть, конечно. Когда? Знаешь, что очень... Этого вопроса не было у меня. Третий вопрос. Изи Вин. Где находится Тибет? Горах. В каких-то пиши горах. А мне что надо написать? Страна. Так всегда к ней придешь. Ужас, да? Ну, слушай, горы, понятно, тибетские горы. Да? Ну что, эксперты, давайте, открывайте все карты. Вон, это земля, на севере. Я даже не знаю, как это можно комментировать. А где находится, я без понятен. Ну, смотри, Максим прав. Это, в принципе, планета земля. Полбао можно? А я даже не угадал, даже не на севере, наверное, на юге. Это Китай. Это Джалайя. Я тоже. Это Международный Непал. Видите, мы честные. Мы не врём, что мы плохо учили школе. Не, слушай, а мне не обидно, потому что оба раза я хотел написать и не стал, типа, ну, то есть, как бы я знаю, ну, типа, не странно. А, ну, жгут ли про Китай у тебя были? Я хотел написать на севере, потом приписать, типа, Китай. Да, ну, думаю, да не буду, типа, нафиг надо. Да, тебе, Китай. Ну, я не оправдываюсь, типа, я не могу сам. Где родился коронавирус? Да, ну, слушай. 1-0, разгромный счёт. Да ты, блин, бесишь меня. Сколько у человека органов чувств? Сейчас, дай 20 секунд. Я боюсь ошибиться, но, типа, мне кажется, я правильно отвечу. Это что, Коля? Это тройка. Это тройка. Три. Да, это пять. Знаешь, откуда я знаю? Откуда? В рэп-песнях часто поют, это моё шестое чувство, значит, их пять. Потому что, типа, музыка моё шестое чувство, знаешь, часто бывает. Давай, вычисляйте. Давай, слух, обаяние. Обоняние, правильно. Обоняние, да. Обаяние, это моё шестое чувство. Блин, а я подумал, что, типа, слух, оно сюда не относится вообще. Зрение. Типа, и зрение тоже я вычеркал. Обоняние, слух, зрение. Да, понятно. Что ещё там? Осязание. Осязание. И вкус, да? Да. Гре, 2-0. Ну, ничего, Ливерпуль отыгрывался с 3-0. И больше даже. Хорошо, попытка отыграться Коле. Давай, 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 я готов. Кто написал «Капитанская дочка»? Конечно. Она специально ему дала, потому что он на журналистике учился. «Капитанская дочка», наверное, «пап капитана». Не знаю, вообще нет. Ну, типа, вообще нет вариантов. Чё-нибудь нарисую. Как мне сейчас больно. Слушай, у меня сейчас, знаешь, вот... Сейчас Коля отвечает не правильно, и я буду тебя ухаживать. Нет, нет, на самом деле, это такой вопрос, когда ты взглядом сдаешь ответ, но, типа, у тебя как будто сомнения появляются. А так всегда. А вдруг ты занервничал, и написал метод. Ну, типа, ладно, я отвечу, но если нет, то убейте меня. Я пытался скелет нарисовать. Слушай, что это? Скелет. Компенс, это похоже на гроб с двумя проидами. Похоже на дроида. Да, кстати. Да, правильно. Александр Сергеевич Пушкин. Ты так красиво «П» написал. Вы просто зацените. А, то есть остальное тебе не нравится, да? Нет, остальное фигня. Я первый раз вижу, чтобы снизу палочки написали. Наконец-то Коля зарабатывает свой балл. Комбэк. У нас сейчас счета финала ЛЦ, Ливерпуль и Реал. Чёрт, не напоминает. Как называется боязнь высоты? Я боюсь высоты. Я знаю, поэтому как она называется, эта боязнь? Высотофобия. Блин, это же что-то супер-изичное. Да, да. Знаешь, оно на языке крутится. У меня в голове дурацвет клаустрофобия. У меня тоже вонючая клаустрофобия. Да, да, да. Клаустрофобия. Нет, ну клаустрофобия. Напиши клаустрофобию. Вообще нет. А много вопросов еще, кстати? Не поздно ли выйти? Да, да, да. Может слиться. Вы можете общий ответ, давайте. Можете посоветаться? Да, я еще, ну я попытаюсь еще вспомнить. Спустя 2 часа. У меня в голове одна дурацветка просто. Я серьезно. Мне нравится, что они правда молчат и думают. Не, короче, я не, ну типа, не, не знаю, не могу уже. Хорошо, мы капитулируемся, да, капитулируемся. У меня слышало время. Это акрофобия. Серьезно? Нет, я бы не знал. Мне кажется, что это проще. Ну, короче, я всосал этот ролик, потому что я такой сразу подумал, акрофобия, и думаю, это по-любому, типа, не с высотой связано. Это знаешь, когда ты в классе сидишь, спрашивают ученицы, кто знает ответ. Наверное, такое, но не вызовусь. И кто-то вызывается, и получается, это пятерка. Три вопроса я уже так засрал. Ну, типа... Все, Боля, не сомневайся в себе. Давай, все, что первое проходит тебе в голову, пиши. Да, пиши, реально. Если есть идея, пиши. Ну, типа, тупее, чем скелет, ты не будешь. Ну, я, блин, думал, что акрофобия, типа, до какого, х**, какое отношение имеет вообще? Извините, какого черта это имеет отношение к высоте? Ну, типа... Все, бомби. Агрофобия, блин. Все, ладно, следующий вопрос. У меня агрофобия, когда я викинг играю. Уоливая агрофобия. Назовите столицу Филиппин. Я предлагаю страйкануть этот ролик. Какая разница, какая столица Филиппин. Поль, что у тебя было по географии? Ну, по географии я не так себя... У меня три. В сети я более-менее с ней познакомился. А у нас не было географии у нее. Я не знаю, я написал в угарное. Это не общее знание, это тупые знания. Я не знаю тоже, я пас. Я, короче, не знаю, я, типа, написал просто на рандом, потому что такое бывает в некоторых странах. Манила, столица Филиппин. Ну, нет. Она меня манила в этот ролик, говорила, будет весело. Тут хотя бы один какой-то такой вопрос. Мы такие, да, типа, знаю. Отвечайте быстро, у вас есть 5 секунд. 72 разделить на 6. Раз, два, три, четыре, пять. Показывай? Ну, нет, нет, нет. Я не правильно написал. У меня плохо с математикой было. Я хорошо считаю. Да, ты да, правильно. Я ничего не написал. Это мой единичек на 3. Не, не, я сначала начал не в ту сторону, типа. В смысле? Ну, я начал думать, да, типа, в другую свою тему. В честь чего назван компьютер Macintosh? Что такое Macintosh? Не знаю, учитывая, что, знаешь, это такие вещи, которые ты слышал, но они у тебя не отложились, значит, они, как бы, тебе не очень, не очень интересны. Типа, я не помню эту историю. Потому что я читал биографию Джобса, но я не помню ее. Что-нибудь комп дома? Не, не, не. Не, на самом деле, нет. Ну, это надо просто знать и дочитать. Это сорт яблок. Да, вот у меня было про яблоки, что-то, но я... Да, и опять-таки, я знал, я знал. Не, 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 я бы не написал, что это сорт яблок, просто мне казалось, что что-то с яблоками связано. Нас разгромный счет сейчас пока что. Мы ответили на один вопрос из десяти. Вопрос для патриотов. Я не патриот. Что держит на гербе орел в лапах? Блин, это два предмета. Блин, я забыл... Символизирующая власть. Я забыл, как они называются. Соль нарисуйся. Это можно рисовать, в принципе, если понимаешь, что это... Я, может быть, с ошибкой словом написал. Чего? Сейчас, я пытаюсь вспомнить это, как это называется. Блин, я знаю, что... Палочки, кружочки. Блин, он прав. Скипетр, держава, да. А я булавай скипетр написал. А держава это что? Это оружие бывшее? Держава это вот такое... Он как шар или он с ручкой шар? Нет, это шар. Скипетр, палочки. Иногда вам торчит из-за нее какая-то фигня. Ноль баловая. Я признаю, по булаве я прошел с ней... Ну, викингов люблю просто. По голове. Хоть какой-нибудь вопрос, типа там, назови трех богов викингов. Что-нибудь в Скандинадзе. Полегче, мне кажется, вопрос. Какой язык второй по распространенности в мире сейчас? Крутой вопрос. Так легко узнаешь, первый, да, типа, а второй вот... Сейчас его модно учить, мне кажется. Я очень много людей вижу, но его сейчас учат. Это испанский язык. Китайский первый. Серьезно? Китайский первый, да. Потом испанский, да, потом английский. И английский написал. Чего? Английский на третьем месте? Да. Лол. Это английский первый, а потом... Нет, Китай первый. Потому что китайцы полтора миллиарда. Ну, понятно. Они сами выучили его и уже самый популярный. Да, просто, ну, вроде, знаешь, английский вообще... А испанцы сейчас присоединяются очень по миру и очень модно его учить. Именно поэтому я его сейчас и учу. А еще у тебя модная стрижка. А если вы не знаете, почему у нее такая стрижка, можете перейти на его канал. Там новый ролик. Обязательно. Если вы знаете, флаги практически всех стран прямоугольные. Ну, ну, что, сейчас... А где-нибудь один треугольный? О, да, он стоит из двух треугольников. Флаг какой страны это? Нет, подожди, стоп. Это тупо, нет. Там полотно вот такое и два треугольника? Нет. Коль, мы должны им отомстить футбольными вопросами, чтобы они чувствовали себя такими же тупыми. Я так обычно себя чувствую, когда ты мне задаешь в этих роликах. А то флаг это очень неполезное в жизни. Блин, я ненавижу вот эти... Меня бесит, когда ты где-то видел, понимаешь, и просто, ну, типа, не запомнил. Это там не петь перед глазами, а что дальше, непонятно, да. Донезия? Так, у тебя что? Это Непал. Так, ладно, 3-2. Финальные раунды. Не 3-2, а 3-5-2. Или тот вопрос я не засчитал. Не, не засчитывай мне. В каком году? Юрий Гагарин полетел в космос. Он точно должен прям хорошо знать. Что, я? Вы историю же зубрили, нет? Не, серьезно. Ну, не, я примерно, я примерно, но... Давай так, кто будет ближе, если, то есть, типа, допустим... Давай, хорошо. Если оба не угадают, кто был ближе. Если оба не угадают, кто был ближе. Коля, он слышал? Если оба не угадают, кто ближе. То есть такие... Гагарин плюс-минус, как он так... Коля, пишем первые две цифры, дальше тупим. Я еще арт сделал. Ого! Там ракета взлетает, что ли? Давайте. Раз, два, как тебе арт? Максим победил даже год 1961 и есть арт. Так что 05-то арт. Там недавно праздновалось чего-то... Мы с тобой не в космонавтике обсуждали, возможно, эту тему. Типсоль на печати вообще или нет. Эх, надо три года, я что-то раньше отправил ее Юре. А кто знает, может быть, хроники временные врут. Так, и последний вопрос. А, я думаю, это был... То есть добить могу, Халяна. Какой буквы нет на автомобильных номерах? На автомобильных номерах только латинские. Да. С, Э, В, У или Э. Ты сейчас латинские буквы называешь. Я называю русские буквы. Они же похожи, есть. Хорошо, я понял, давай. И их букв нет. С, В, У или ЭЛ. Вот задачи на логику такие мне больше нравятся. Окей, будет вторая часть на логику. Какой одной буквы нет, да, короче? Эксперты, правильно. У нас зато есть... Я просто с ума... У нас есть один человек сегодня с такой буквы. Да, да. Так, ну что, таким образом, победительный вышел Максим. Ну, там равная битва была. Поздравляю. Равная битва. Равная битва идти была. Аутсайдеров. Больно, возможно, бы победил. Он был все время очень и очень близко, как говорится. Ну так, ну не, это не считается. Типа, я не написал, значит, как бы все. Вот, Макс заслуженно победил. Но я бы хотел в второй части поучаствовать. Да, надо логический или спортивный вопрос. Хорошо, давайте в следующий раз будет вопрос на логику. Следующий вопрос. Вам на логику. Нет, у меня с логика лучше было. Нет, давайте так. Сколько лайков обычно собирается? Ну, вот прям норм. Двадцать норм. Двадцать пять. Давайте так, давайте двадцать тысяч лайков. И мы с Максом приходим во вторую часть. А если наберете двадцать пять, то мы зовем мою девушку Капу, Алину, и уже для них мы с Максом готовим вопросы. Я согласен, да. Причем будем задавать им максимально то, что они не знают. Что бы ни было, знаешь, там счет один-два, что-нибудь такое. Все, договорились. Вы такие злые. Да. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, переходите на канал коллеги, там видосики с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте с нами на пару веселей. Пока. Пока.